Вот это меняем. Вот видите, какая труба, которую мы заменили сегодня. Ей как раз 50 лет. Поэтому она забита, практически полностью вся была. Оставалась только одна третья часть, где проходили стоки. Забитая илом, рассыпающаяся, шокирующая своим видом труба, пожалуй, лучшая демонстрация причин реконструкции коллектора. Смену таких вот коммуникаций город встретит с очевидным облегчением, считают строители. По их мнению, количество коммунальных аварий пойдет на спад. Во-первых, это больше будет диаметра. То есть пропускная способность у него увеличится примерно в два раза. Ну, здесь не только коллектор. Меняется теплотрасса, меняется водопровод на новые тоже из материала пластичного чугуна, который тоже очень долговечный на резинках. Укладывать коммуникации, которым обещают не менее 70 лет бесперебойной службы, сейчас все так же мешают грунтовые воды. Вода, что подтапливала город летом, к зиме обратилась в лед, зловредные прослойки которого строители называют линзой. Это, конечно, несколько препятствует выполнению работ. Но нормативный срок строительства, тем не менее, 18 месяцев. И работы в полном объеме будут завершены только на следующий год, примерно в это же время. То есть уже в это же время улица Зейская с реконструированным коллектором в полном объеме, что называется, будет открыта от улицы Новой до улицы Ячковского. Да в каком виде? Расширенной на целых два метра с новыми светофорами, освещением, леерными ограждениями и прочими нюансами благоустройства. Впрочем, благодаря коммунальной переделке в дальнейшем изменится вид не только магистрали и ее обочин, но и всей центральной части города. Мы же делаем специальный коллектор для чего? Для того, чтобы шло дальнейшее развитие нашего города. Строились дома, строились социальные объекты, строились офисные здания, помещения. И поэтому вот эти дома, которые здесь сегодня находятся, естественно, коммерческие структуры строителей, их наверняка будут покупать. И на этом месте будет строиться прекрасное жилье. Но это в планах далеко идущих. В ближайших официальное завершение абсолютно всех работ, что производились на магистрали от Новой до Калинина и от 50-летия октября до Трудовой. Это рубеж, благодаря которому новый коллектор перешагнет за 70-процентную свою готовность. Наталья Абернацкая, Александр Лисенюк, программа «Город».